Всем здорова! Мой промокод Nair и получить с этого бонуса, на который вы сможете купить свою первую машину. Может самую дешевую, но все-таки машину. Ну а также сейчас на своих экранах вы увидите победителя прошлого конкурса на 1000 рублей. У тебя есть ровно 2 дня для того, чтобы мне отписать в личку ВКонтакте. И у меня есть 2 недели на выдачу твоего приза. В общем, обязательно пиши, я все тебе выдам. Ну а также я не забываю про постоянный конкурс на 1000 рублей. В принципе, у всех есть такой же шанс, как у победителя этого видео. То есть на выигрыше 1000 рублей. От вас потребуется всего лишь подписаться на мой канал, поставить лайк, включить уведомления о канале, ну то есть нажать на все уведомления, чтобы вы не пропускали новых роликов. Ну и также написать в комментариях свой ник и сервер, на котором вы играете. Я разрешаю спамить, но только, ребят, не перебарщивайте. Ну и также всем желаю удачи в этом конкурсе. Не буду тянуть сначала, всем вам желаю приятного просмотра. Ну, я думаю, уже все в курсе о том, что же будет в следующем обновлении. Если нет, я вам скажу, кто это уже смотрел. Типа, кто знает, что будет в обновлении, можете перематывать на минуты полторы вперед. И там, в принципе, вы все услышите дальше. То, что... Ну, вообще, саму тему ролика. В общем-то, для тех, кто не знает, на Блэк Рашу давным-давно планировалось добавить уже в СИН, то есть в тюрьму. И также к ней будет прилагаться канализация, всякие работы в тюрьме. Также это будет как отдельная организация, насколько... Ну, я уверен, на 100%. Потому что, я думаю, то, что раз существует убег, значит в тюрьме будут существовать способы заработка как для заключенных, так и для надзирателей. То есть надзиратели будут получать вознаграждение, допустим, там, перевод заключенного, там, за закрытие смены и тому подобное. А вот те же самые тюремщики, ну, то есть зэки, будут, скорее всего, получать деньги за то, что они работают, там, допустим, переносят какие-то коробочки. Или просто выполняют какие-нибудь там задания. Ну, вы понимаете, о чем я говорю сейчас, поэтому не суть. Но также сейчас немного нововведения. Про инкассаторов я не буду сильно говорить. О них я и так вам уже рассказывал, потому что, ну, это будет как отдельная работа в банке, допустим. Вы будете получать деньги за перевозку, ну, естественно, денежных средств. Ну, а если кто заметил, то на Блэк Раше в группе ВК обновилась шапка, и там показано то, что два гелика гонятся за какой-то белой машиной, то есть за машиной инкассации, и потом они ее взрывают. То есть, как я и говорил вам еще две недели назад, 100% на Блэк Раше можно будет грабить инкассаторов всяким преступным организациям. И не зря будет доступна работа инкассатора с аж 15 уровня, потому что, ну, как бы, нужны опытные игроки, которые хорошо водят, и которые хорошо могут ехать, ну, то есть, чтобы не попадаться на этих грабителей. А те, в свою очередь, должны быть тоже опытными, и должны бомбить эти машины, и, в принципе, их забирать. Я уверен, что там будет больше здоровья на этой машине, нежели чем на обычных, но это не важно. Я думаю, что у грабителей будет довольно-таки интересная задача, я думаю, по поводу этого мы должны будем снять с вами ролик. Ну, а также сейчас мы говорим про, почему же, как бы, не выходит обновление на Блэк Раше, хотя вот все ютуберы вам обещают то, что оно уже вышло, там доступно. Хотя нет, ребят, нифига подобного, потому что, если бы выходило обновление в скором времени, вы даже раз-то всегда запомните то, что оно не выходит спонтанно. Оно почти что всегда, ребят, выходит после какого-то анонса в официальной группе. Там за день, может, за неделю, и вы это знаете прекрасно, потому что разработчики, в принципе, да и сами даже не знают дату выхода обновления, потому что она неизвестна. Никто вам ничего не обещал, я не знаю, почему некоторые ютуберы внушают себе то, что, ну, себе и своей аудитории то, что, допустим, раз проложили какой-то, выложили скрин такой-то новой работы, значит, сейчас уже должно выйти обновление на этой неделе. Нет, ребят, нифига подобного, это просто наработка, считайте, как того, что будет в будущем, потому что обновление может выйти как и завтра, так и через месяц. Потому что никто вам её не обещал, никто вам точно дат не давал, поэтому не надо себе ничего внушать, ребят. Раз и навсегда это для себя запомните и не повторяйте ошибок. Потому что, допустим, ну, понимаете, какую суету наводят те же самые ютуберы, когда говорят, что обновление выйдет. И потом говорят то, что, ой, нас обманули, всё, было краше говно, уходим отсюда. Вот вы же знаете, вспомните себя, когда обещал ютубер, что обновление уже выйдет сейчас, а по итогу потом оно не выходит. И вы, наверное, разочаровываетесь в проекте, потому что ютубер говорит, что разработчики обещали. То есть то, что неправду говорит вам. Ну и потом валится шквал негатива в сторону разработчиков. Обновление должно выйти до середины августа, что я точно для себя знаю. Потому что уже почти всё готово, вам показали очень много всего, очень много обновлённых в Арзамасе. Даже по нему уже катались не просто скрины, а реальный геймплей. Поэтому, ребята, вот реально, в скором времени оно выйдет. В ближайшие 2-3 недели точно оно у вас появится, я вам точно эту гарантию даю. Потому что, ну почему бы и нет на самом-то деле. Ну вот уже и так всё показали. Я понимаю, когда один скрин показали, да, обновление не скоро. А сейчас уже всё показали, поэтому ждите. На этом, в принципе, всё. Всех вас безумно благодарю за просмотр. С вами был, как обычно, Найр. Всем желаю удачи и всем на сферу встреч. Пока-пока. И также, ребят, не забывайте подписываться.